Вот уже год почти весь мир, началось все как обычно с Америки, и нас перед говорит о харассменте, о сексуальных домогательствах. Как вы считаете, у нас в России есть своя специфика этого, или мы в этом смысле не отличаемся от Америки и Европы? Ну я в принципе помню, откуда это все началось, когда некие актрисы кино американские вдруг начали заявлять, ой, вы знаете, меня там хотел изнасиловать режиссер 15 лет назад, а я хотела ее спросить в ответ, я, к сожалению, не знакома ни с одной, ни с другой, ни с третьей, кто это все заявлял. А что ж ты ложилась под человека, когда тебе нужны были роли, а теперь вдруг чуть ее там не изнасиловали, да бред это все. Это все бред, конечно, личные связи, да как в том стихотворении Орлуши, знаете, секс в большом буквально все решает, а иначе я хочу спросить, кто бы мне сказал, что я большая, и меня, блин, тяжело носить, понимаете. Конечно, есть разные нюансы, но я считаю, что просто каждый человек в нашей жизни склонен и вправе сам выбирать себе партнера для сексуальных отношений, для жизненных, для семейных, это личное дело каждого. Это знаете, как вот мне мама прислала какое-то интересное такое изречение, что девочки, помните, что умный, красивый, богатый, щедрый, сексуальный, молодой и интересный, с чувством юмора, это 8 разных мужиков. Понимаете, так может быть это и правильно, чтобы один был для красивой, интересной жизни, другой человек был для дружеского общения, третий для бизнес-партнерства и так далее. То есть вы считаете, что все это пиар-актриса исключительно? В данном случае сейчас, спустя 15 лет, вспомните, что кто-то ее хотел изнасиловать, простите, и принудить к сексуальным отношениям и домогался, а почему ты тогда не сказал об этом 15 лет назад? Я вообще не приемлю всего того, что происходит после того, что люди уже совершили. Это как, знаете, я всегда люблю, чтобы если я прихожу в магазин, я сначала узнала, сколько стоит вещь, или прошу кого-то об услуге определенной, чтобы я знала, сколько мне за это придется заплатить. А когда люди говорят задним числом, а вообще-то мы сделали вот это, нам теперь вы должны вот столько. Вот это со мной в моем случае не прокатывает вообще никак. Я Анастасия Волочкова, папа мой Порфирий Волочков. Жизнь моя сложилась бестолково, я влюбляюсь только в мудаков. Это в смысле я влюбляюсь телом, потому что сердцем и душой я люблю свое по жизни тело. В смысле сцену и театр большой. Ах, про что я это говорила? Помню, этих самых мужиков я сперва как норок разводила, что на них смотреть, на мудаков. Кто-то скажет, Настя, это грубо. Это как бы телом торговать. В губы целовать людей за шубы и еще куда-то целовать. Знаете, не надо придираться. Я вам так, завистники, скажу. Мне зимою надо одеваться, что я эту шубу, блядь, рожу. И еще скажу вам по секрету, пусть не будет недомолвок тут. Всех артисток нашего балета режиссеры просто так ебут. Лебедей, Жизель и Донну Анну, и солисток, и гордый балет. Как бы это ни казалось странным, всех ебут с четырнадцати лет. Вы на сцене лиц их видали? Грустные, усталые глаза. Вы бы знали, сколько их любали. Извините, у меня слеза. Нахрен мне сдалось такое счастье у честь бедных худосочных дам. Я себе давно сказала. Настя, ты как хочешь, я за так не дам. Перестань ты там пиздить, пожалуй. А не то и закончу я читать. Я и так читал довольно мало. Мне вообще не нравится здесь, блядь. Я продолжаю сухотворение. Да, банкиры иногда, бывает, говорят, что Настю не поднять. Так они на бабки намекают, а не на красу свою истать. Это, блядь, запутанное дело. Надо разобраться не спеша. Не нужно моё большому тело, а банкирам не должна душа. Секс в большом буквально всё решает. А иначе я хочу спросить, кто бы мне сказал, что я большая и меня, блядь, тяжело носить. Понабрали всяких цискоридзе. Педики, в чём держится душа. Плю не разотри, как говорится. Волочкова им не хороша. В общем, жизнь сложилась бестолкова. Мир вокруг жесток и бестолков. Я, Анастасия Волочкова. Папа мой, Парфирий Волочков. Папа мой, Парфирий Волочков. Спасибо.